Друзья, приветствую! Владислав из Твери прислал образцы масла Синтек Platinum 530, это среднезольное масло СН Ильсак GF5, вот две баночки, значит описание. Обратите внимание на дату производства, это конец мая 22-го, то есть масло уже предположительно на китайском пакете. Использовалась Ford Explorer V6 с 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем. Сейчас распакую, покажу. Так, немножко пролилось здесь, сейчас почищу, подпишу и можно приступать к проверке. Образец данного масла у меня есть, я проверял его уже, вот поэтому сравню это масло с эталоном ранее созданным. Как можете обратить внимание, я подписал новое, 0,5-е, 22-е. Так, пару капель закладываю и давайте посмотрим, что намеряет прибор. Так, 80 процентов противоизносных присадок, две десятые гликоля, 1,32 кислотные, 6,9 щелочное, щелочное в эталоне было 7,7, кислотное было 1,44, гликоля не было и естественно 100 процентов присадок. Да, есть некоторые отличия, такое пожиже, труба пониже, дым пожиже, как говорится, поэтому вот пришлось обновить спектр, вот после обновления спектра видите, какие результаты показало, 85 процентов противоизноски, 7 процентов щелочное, 1,36 кислотное, то есть вот эти данные я оставил, уровень противоизноски я естественно выставил как 100 процентов, ну вот видите, чуть-чуть по-победнее данный образец, чем тот, который участвовал в создании эталона. Ну, как я сказал уже Explorer, 6 литров объем масляной системы, 6600 на масле пробег, 236 моточасов. Так, смотрим, противоизносных присадок 78 процентов, хороший результат, гликоля нет, нитрование, посмотрите уже в желтенькую зону залезло, сажи 0,02, нормально процесс горания происходит, кислотная 2,57, ну тоже в принципе более-менее нормально все, щелочное 2,9, 800 ppm воды, масло уже практически сработалось, но здесь вот верхняя вот желтая линия настораживает, честно говоря, в общем-то так, 236 моточасов, масло уже, причем средняя скорость достаточно высокая, 28 километров в час, видно, что здесь и трасса есть, сейчас посмотрим, что произошло с вязкостью, так, свежая отработка, ну и здесь вот видно, что такое светленькое масло, свежее, так, секунду, да, видно разжижение, я оцениваю его примерно в половину, 49 процентов, ну, в общем-то, не знаю, наверное, многовато все-таки, мне кажется, 49 многовато, да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомление о новых видео и, конечно же, прогноз ресурса, вот такие данные у меня получились, значит, в данном автомобиле данное масло отработало бы 7000 километров, 251 моточас, по нитрованию оксида азота 330 моточасов, низковато, вот это сразу и проявилось в желтом поле, ну и по вязкости, да, сами видите, то есть я выяснял с владельцем причину возможную, в общем-то, автомобиль восемнадцатого года достаточно свежий, владелец подтвердил, что фильтр не менялся воздушный, вот, и скорее всего он подзабит, поэтому я думаю, что ресурс данного масла чуть повыше, здесь свою негативную роль сыграл забитый воздушный фильтр, что сразу отразилось на качестве смеси, вот, и как следствие сокращению ресурса масла, то есть вот даже в этих условиях 250 моточасов масло, в принципе, отработало, ну, на мой взгляд, что можно считать хорошим результатом, учитывая, а учитывая стоимость данного масла, так просто шикарным за такие деньги, такой ресурс масла, даже с учетом некоторые проблемы с воздушным фильтром, я считаю, вообще супер, процесс сгорания в автомобиле нормально, значит, косвенно по противоизноске, я думаю, что можно оценивать общее состояние мотора, видите, здесь тоже как бы вопросов нет, вот, особо там шероховатости таких уж прям совсем больших нет, гликоль тоже не попадает, все отлично, все остальные параметры, ну, вот, нормально, и даже, и даже один, значит, 1,21 нарастание кислотного тоже, в принципе, как я уже говорил, чаще всего это единица на 200 моточасов, здесь здесь 36 моточасов, ну, может чуть-чуть, хотя нет, по большому счету, если так разложить, так и получается, да, где-то 100, 200, 240, да, да, примерно, да, ну, вот, единственное нитрование, прогноз по нитрованию, это подтверждает, что с нитрованием есть вопрос, что не совсем в идеале, скажем так, отработал данный период автомобиль, мотор, вот, такой получился тест, благодарю Владислава за предоставленные образцы, за поддержку канала, пишите, что думаете, все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!